В Петропавловске объединяются родители умерших детей. Возглавить движение решился 25-летний Тимур Аркаев, совсем недавно похоронивший своего первенца. Уже сейчас чиновники от медицины частично признали вину врачей в смерти двухмесячного ислама. Но родители малыша требуют суда и уголовной ответственности для всех виновных. Ольга Витюкевич разбиралась в истории, которой могло не быть. Каждую пятницу Асиль и Тимур Аркаевы приходят на сельское кладбище почтить память сына. Сегодня 40 дней со дня его смерти. Малышу было всего 2,5 месяца. Последние несколько недель жизни ребенок почти ничего не ел и только плакал. Молодые родители говорят, что не раз обращаются к участковому врачу, но ничего внятного от нее так и не услышали. Вот что он плохо ел, она сначала это объясняла молочницей, потом сказала, что у него носик забитый, потом сказала, что он у вас капризный, истеричный, покричит, потом начнет кушать. Когда температура поднялась под 40, родители сами поехали в больницу и ребенка сразу отправили в реанимацию. Через сутки малыш умер. Получается, за вечер я услышал 5 диагнозов. Сначала они мне сказали бродикардия, потом пневмония, потом подозрение на порог сердца, потом кровоизлияние в мозг. Потом вечером, получается, в районе 10-11 часов я позвонил, и они мне говорят, у него кровоизлияние в мозг, типа ребенок безнадежен, типа шансы нулевые. Были шансы или нет, и можно ли было спасти малыша, теперь выясняют не только родители. Делом занимаются эксперты. За месяц мы добились того, что было возбуждено уголовное дело. Значит, опрошена один раз мама мальчика и признана потерпевшим. Отец, несмотря на его требования, потерпевшим до сих пор не признан и не опрошен. Экспертиза карты медицинской ребенка до настоящего времени не назначена, хотя в карте имеются множественные исправления. Карточку с исправлениями видели и в Управлении здравоохранения области. Там уже поспешили принять меры административного характера. По результатам комиссионного разбора приняты меры дисциплинарного взыскания к двум руководителям медицинских организаций и четырем медицинским заработникам. Пока не закончится следствие, вина медиков официально не доказана, хотя их ошибку частично уже признали. Максимальную уголовную ответственность за врачебную халатность предусматривает до трех лет лишения свободы. Факты подтвердились частично. Смерть ребенка можно было предотвратить, если бы лечащий врач на амбулаторном уровне своевременно распознал клинический диагноз и своевременно направил в стационар. Когда ребенок поступил в стационар, смерть уже предотвратить было невозможно. Буду судиться, пойду до конца, пойду по всем инстанциям. Если здесь вынесут несправедливый приговор, как говорится, я поеду в Астану и буду добиваться. Специалисты говорят, что только в прошлом году в Североказахстанской области погибли 88 малышей. Каждого десятого это заключение экспертов можно было спасти.